Всем привет, дорогие друзья! Принесли к нам на ремонт вот такой вот интересный экземпляр с виду Galaxy S22 Ultra 5G. Ну и в настройках это у нас Galaxy S22 Ultra 5G. После попадания жидкости была коробка фирменная, все хорошо. Но как только, соответственно, передали мастеру на вскрытие и диагностические работы... Па-бам! Смотрите, блок камер из пяти штук превращается вот в такую. Естественно, по аккумулятору вы видите, какой здесь беспредел, то есть это как бы, ну, по сути, очень хорошая и не очень качественная копия. Почему копия? Потому что, ну, ребят, ну копия, ну, китайцы научились делать до такой степени, что, мне кажется, даже люди, которые его сломали, скорее всего, до сих пор думают, что он оригинал. Вот здесь все, как китаец выглядит изнутри. Вот такая вот батарейка универсальная. Вот это у нас, как я понимаю, внутренности. Вот все на таких проводках. В общем и целом, друзья, это, конечно, полный мрак. Но даже такие устройства, как бы, в принципе, подлежат ремонту. Он безумно лагает. У него сейчас самопроизвольно нажимается экран. Китайцы, конечно, беспределят люто. Причем, вот посмотрите, не знающий, неосведомленный человек, как бы, ну, покупает такое на Авито или где-нибудь в магазине, типа, по дешевке, или кто-нибудь с руками продает. И человек получает. Посмотрите, какие офигенные закругления на этом, безусловно, безупречном экране китайского происхождения. Продолжение по Самсунгу. Смотрите, вот так вот выглядит нижняя плата. Господи, мне кажется, в Nokia в 96-м году, блин, телефоны более качественно были собраны. Это на нашей копии. Вот это вот так вот это все дело висит. Очень аккуратненько надо обратно все это дело собирать. Здесь производилась чистка. Межплата туда-сюда. Здесь у нас динамик. Сюда у нас симка вставляется. В общем, выглядит следующим образом. Он весит, скорее всего, столько же, как оригинал. Он выглядит, когда мы его взяли в руки до вскрытия, он был невключаемым. И, соответственно, нельзя было определить, что это не оригинальное устройство. Коробка, все как бы, все полностью совпадало с оригинальным. Как только мастер его открыл, сразу была произведена фотофиксация для того, чтобы оградить нас от... Здесь стилус, но он, по-моему, не достается вообще. И вот это все, оно как будто бы металлическое, корпусня вся, но на самом деле это, скорее всего, какой-то утяжеленный пластик. При этом ось скопирована полностью, как будто это непосредственно операционная система от Samsung. Технология китайских камер. Пять штук вот здесь с лидаром. На самом деле их здесь нет. Здесь всего одна дырка под одну единственную камеру. Но выглядит это, конечно, вообще мега... Мега круто, конечно, выглядит. Китайцы молодцы. Все это вот на такой пластинке. Вы говорите, камера много места занимает в корпусе. Вот надо-то всего кусочек пластика и красивые такие вот шайбочки. Где вы еще такое увидите? Нигде. Только в S22 Ultra. Вот так вот выглядит у нас. И в основном такие вещи продаются на Авито. И люди их покупают и покупают, заказывают в интернет-магазинах. Конечно, ничего общего с оригиналом она не имеет. Ребята, осторожнее, аккуратнее. Когда что-то покупаете, так вы хотя бы... Ну... Я не знаю, придите, проконсультируйтесь. Сервисный центр или тем, кто шарит, понимает. Ну что, если бы мы его принимали, он был в рабочем состоянии, то есть включенный, да? Ну, достаточно было зайти в настройки. Да, да, просто включите его. Посмотрите на... Видите, у нас немножко сам нажимается, как бы. Но все работает. Сейчас будем согласовывать ремонт этого китайца. Не знаю, люди будут ремонтировать, не будут. Поэтому будьте аккуратны при покупках в интернете, особенно на Авито. Проверяйте только у проверенных людей с хорошими отзывами. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Не нажимайся ты. Пока-пока.